Скидки до 90%! Такого еще не было и уже точно никогда не будет. Только сегодня и только для тебя заходи в магазин и покупай любимую игру реально за копейки. Дешевле, просто некуда. Торопись, так как предложение ограничено и ты можешь просто не успеть купить любимую игру за копейки. Ссылка в описании. Всем привет дорогие друзья, с вами Механик. Сегодня у нас будет новенькая серия City Card Driving, но она будет максимально необычная. Дело в том, что я сегодня не подключал свой руль. Чтобы вы понимали, я ни разу в жизни не играл в City Card Driving без руля. Ни одного раза в жизни. И вот сегодня настал тот день. Я попробую, как это вообще ездить на этих тачках без руля. Что это будет из себя представлять? Так, ну по крайней мере камеры у нас понятно, как это делать. Но если честно, мне кажется из-за руля будет вообще неудобно ездить. Запускаем двигатель. Выбрал машину я, сами понимаете, максимально подходящую. Так, ну руль поворачивается. Как это непривычно. А, передачу надо включить. Стоп. Так, передачу мы включаем. Ну-ка. Он едет, ребята. Так, ну слушайте, ну неплохо пока что. Подруливания постоянные нужны. Но в целом, попробуем сегодня не шишкануть. И все, попробуем. Я реально ни разу в жизни не играл на клавиатуре в City Card Driving. Первый раз, когда я его запустил, у меня был... Ребята, Грут БГ, Иван Калуга, Жареный Енот и Неорам. Большое спасибо за ваше сообщение, за вашу поддержку лично меня, немного финансово. Большущее вам спасибо от души. Жареный Енот Ферма в ближайшее время постараюсь сделать часовую. Пока очень тяжело со временем, но постараюсь в ближайшее время сделать. Друзья, если кто тоже хочет отправить сообщение и таким образом поддержать меня и мой канал, ссылочка на донат в описании. Аммм, какой же руль у меня был? Logitech Driving Force GT у меня был, когда я первый раз запустил эту игру. И я сразу как бы играл с рулем, причем не с плохим, а с нормальным, на 900 градусов. Я не знал вот этих болей, которые испытывали многие, когда играли в City Card на клавиатуре, вернее. И сейчас я попробую это оценить. Ну слушайте, пока неплохо. Тут как бы опыт присутствует. Опыт-то никуда не денешь, правильно? И многие, кстати, просили меня поиграть, получается, с видом от третьего лица. Нифига ты наглец какой, куда прешь, дядя, алло. И вот как раз таки с видом от третьего лица играть на картонной машинке с помощью клавиатуры гораздо проще, нежели делать это на руле. Многие как раз таки не понимали, почему типа ты не играешь с видом от третьего лица на руле. Да потому что это неудобно. Потому что ты не понимаешь, как ты рулишь, куда смотрят колеса и так далее. Когда ты играешь на руле, господи, сейчас убьюсь. Нет? Фух, не убился. Но в целом я вам скажу, интересный. А-а-а! Я понял. Я думаю, что он у меня не едет? А не едет он, потому что на клавиатуре не все так просто. Видите педаль газа, как нажимается? Не в полную, а на половинку. Я думаю, как это гелик у нас и не прет? Давайте-ка мы пофиксим это. Мне кажется, это вообще неправильно абсолютно. Так, я думаю, это где-то в расширенных настройках. Так, уровень неускоренного режима. Вот такой вот неускоренного. Так, скорость максимальная, конечно же, максимальная. Возвращаем назад, продолжаем и... О-о-о! Пошла возня, ребята, пошла возня. Ну что, попробуем все-таки из-за руля поиграть на клавиатуре. Насколько это вообще реально? Ну, в принципе, даже очень и неплохо. Я думал, будет гораздо хуже. Я думал, ну вообще игра не приспособлена для того, чтобы играть с помощью клавиатуры. Но посмотрите, реально все можно. Все работает. Габариты, конечно, сложнее чувствовать. Я не знаю, с чем это связано. Возможно, с тем, что когда ты сидишь за рулем, ты как бы не отвлекаешься на вот эти моменты. Ты реально такой, ну, типа руль и руль. Вот у меня руль, я сижу, как в обычной машине. Здесь такого, конечно же, нет. Так. А где КамАЗ? А где КамАЗ? А, КамАЗ пешкоходов пропускал. Я думал, где КамАЗ вообще? КамАЗ был и пропал. Что это за Дэвид Блэйн? Ну, вот так просто топить по прямой вполне себе. Шашковать, конечно, я вам скажу, не очень удобно. Потому что ты не понимаешь, насколько ты его дозируешь. Ой-ой-ой, ребята, все, полетел, полетел. Красиво, жестко. Все нормально, не переживайте. Профессионал за рулем, два дня стажа. Уходим вот сюда. Благо, хоть на этой машине колеса не блокируются при торможении. АБС хоть как-то срабатывает. Фух. А хотите прикол? У меня еще ни одного ДТП не было. Ну, я, конечно, странно езжу, но ДТП-то не было. Это самое главное, как по мне. На руле, когда я гоняю, ДТП у меня довольно часто происходит. Но здесь я, возможно, перестраховываюсь просто. Ну и в целом, вот эти качания кузова на клавиатуре, мне кажется, они больше, больше их чувствуешь, чем когда играешь на руле. Вот эти вот. Тудой-сюдой. Тудой-сюдой! О, вот это красиво. Вот это красиво было. Ну-ка, посторонись, ребятки, едет профик. Давай, давай, давай. Зашел, зашел. Офигеть просто. Офигеть через... О, как сложно это делать, я вам скажу. И мы не оттормозимся. Чувствую всеми фибрами души. Мы не оттормозимся, не оттормозимся. Отормозился. Ха-ха-ха-ха. Я не понимаю, как? Как это возможно? А, я понял, что такое, ребята. Я все понял. Дело в том, что у нас скорость педали тормоза, она немного эстонская. Она такая, типа, медленно нажимаем на тормоз. Ребята, не надо так медленно нажать на тормоз. Надо чуть-чуть побыстрее. Ну-ка. Оп, оп. Оп. О, другие разговоры. Оп. А, я понял. Видимо, в этом была причина. Я слишком резко жму на тормоз, и из-за этого происходят вот такие ДТП нелепые просто. Когда у тебя колеса заблокировались, ты ничего не можешь делать. Вот, смотрите, сейчас... Сейчас жму тормоз. Ну, сейчас все нормально получилось. Не знаю, как это работает. Так, нам нужен разворот прямо здесь, прямо сейчас. Руль, кстати, нормально настроен. Я бы не стал его делать острее. Хотя, местами хочется чуть-чуть порезче выкрутить. Но я понимаю, что если его поставить в целом более резче, управление станет невыносимым. А сейчас хотя бы как-то что-то можно сделать. Но резкости, конечно, нет такой, как ты на руле можешь резко его дернуть. Так, вот, оп. Здесь, ну, хотел показать, как резко дернуть, и смог показать. Так, ребята, я понял, что я фары не включил. Они на L включаются. И мы топим. Продолжаем жестко топить. Просто доминируем на трассе. Унижаем просто всех вокруг. Хотя машина, это не повод, чтобы кого-то унижать. Даже X5 старого унизили. Жестко. У нас машина помялась. Такое, кстати, очень редко происходит, когда тачка мнется. В основном нет никаких тут замятостей. Я вам скажу так, что ездить гораздо сложнее еще из-за того, что мозгу приходится думать, как ехать на клавиатуре. Потому что ты привык уже ездить на руле. Кстати, ребята, помните мою проверку сити-карт-драйвинга в разных регионах? Признаю мою ошибку. Я же реально там затупил и поменял просто язык. Но я после этого пробовал менять профили. И там реально все меняется. И я скоро сниму вторую часть, где покажу вам реальные изменения профилей. Как отличаются профили. Будем сравнивать из разных стран. Я думаю, что мы, наверное, сравним там Америку, какую-нибудь, типа, Японию, Китай. Ну, что вот есть, разные, в общем, будем сравнивать. И посмотрим, где круче. Потому что отличаются реально очень многое начинает отличаться. Не просто язык. Поэтому скоро, скоро такой движняк будет. Надеюсь, в общем, вам понравится эта серия. Но она будет не сегодня, но в ближайшие дни, там, может быть, через пару дней она выйдет. Так, в целом, я вам хочу сказать то, что с клавиатурой вполне себе можно покататься, если ты просто катаешься. Какого-то водительского опыта с клавиатурой ты, конечно, не получишь. Ты не понимаешь ни габариты машины, ничего. Ну и в целом, я не знаю, удовольствие, это, конечно, сомнительное. Лучше, наверное, в какую-нибудь Forza поиграть. Благо, на всяких сайтах, где ее можно взять, она есть. Ну, вы понимаете, о чем я. И можно поиграть в Forza с крутым тюнингом, с крутыми тачками. Да и физика там для клавиатуры более подходящая все-таки. Она на клавиатуре, в Forza, даже лучше, чем на руле, я вам скажу. Вот так вот. Ну, по крайней мере, пятая. Хотя она и там, и там неплоха. Или тот же самый The Crew 2. Тоже обалденно можно поиграть. Но здесь, как бы, прикол в том, что есть российские тачки, якобы родные просторы. И вот это, наверное, многие подкупают. В том числе и меня, потому что я снял здесь уже миллионы видео просто по этой игре. Надеюсь, они вас радовали все это время. Ну, а сейчас мой эксперимент, я думаю, можно заканчивать. В принципе, вполне сносно можно ездить с помощью клавиатуры. Каких-либо... Все, вышибало произошло у нас. Каких-либо прям сильных таких нюансов я не заметил. Все неплохо. Все ездит, как бы. И все работает. А что нам еще надо? А нам больше ничего и не нужно. Ладненько, ребят, на этом будем заканчивать. Спасибо вам за внимание. Надеюсь, было интересное видео, интересный такой опыт. Ну, лично для меня точно было интересно. Вот. Ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok